И обо всем по порядку. В Казахстане может подорожать картофель. Овочеводы говорят о том, что в большинстве регионов не принимают меры по сдерживанию цен. СПК не закупают социально значимый продукт в необходимом объеме, а не урожай картофеля в России повысил спрос на отечественный продукт. Даля Насипова узнавала, почему медлят власти. По 219 тенге за килограмм продают свежий урожай картофеля в столице. Цены разнятся в зависимости от точки продаж. С полей продукт отпускают по 150 тенге. Чтобы стабилизировать цены на картофель, как и на другие овощи, столичный Акимат дает займы напрямую сельхозтоваропроизводителям. Предприниматель закупает в низкий сезон ГСМ, запчасти, семенной фонд. Тем самым по встречным обязательствам в период, когда идет наиболее максимальный рост на этот продукт, он нам стабилизирует на него цену. Мы работаем с Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областью. Таким образом покрывается 30% от потребности картофеля жителями Нур-Султана. В свою очередь в СПК заверяют, что учли ошибки и в предстоящем межсезонье столичные жители будут покупать картофель по доступной цене. Стоимость картофеля в период межсезонья, это вот с ноября по июль, составит где-то не более 106 тенге. В рамках уже законтрактованного года у нас стоимость такая, да, мы считаем, что это очень хорошая цена. В регионах, в отличие от столицы, дела обстоят не так радужно. Овощеводы заявляют, что пополнять стаб-фонды Акиматы не торопятся. Производители картофеля предлагают закупать продукт, пока цена на него относительно низкая. Но раскачать дремлющих чиновников тяжело, говорит председатель правления союза картофелеводов и овощеводов. Несмотря на хороший урожай картофеля, дефицит на рынке все же может возникнуть. Овощеводы опасаются, что к апрелю запасы иссякнут. В России в этом году картошка не уродилась, поэтому значительная доля может уйти на экспорт.